И как мы говорили, что наше послушание высвобождает духовную силу для преображения. И когда вы читаете Танак, еврейские писания, то вы увидите один из примеров за следующим примером, когда Бог говорит использовать что-то физическое для того, чтобы передать духовную реальность. И высвободить духовную силу. Аврааму была дана заповедь обрезать своих сынов. Это физический поступок, в котором есть духовное значение. И очень важно, чтобы мы сделали что-то не из-за того, что кто-то сказал. Но чтобы это делать по вере. Поэтому обрезает своих сынов по вере. Для того, чтобы отделить их от самого рождения. Ради тех целей, которые Бог приготовил для них. И когда Авраам принес Исаака в жертву, то такой поступок, послушание высвободил что-то в небесах. Так что много-много лет после того, отец посылает своего сына Ишуа, чтобы тот стал нашей жертвой. И мы понимаем жертвы. Мы думаем, что это просто... Даже иногда Бог говорит, что Он ненавидит жертвы. И мы понимаем жертвы. Хотя Бог иногда говорит, что Он ненавидит жертвы. На самом деле, что Бог хочет сокрушенное сердце, смиренное сердце. Сердце, которое поклоняется. И Бог заповедовал евреям приносить эти жертвы. Потому что это следует делать по вере. По вере и послушании. Поэтому эти жертвы что-то производили в невидимом мире, в духовном мире. И когда вы понимаете, что до Ноя все очень ухудшилось, что по земле распространялось зло и насилие, настолько много насилия, что это Бог огорчало, и Его сердце болело из-за того, что Он создал человека. Из-за их непослушания, бунта, все это приносило боль Богу. Так как Он любил людей, как своих детей. Поэтому вы знаете историю о разрушительном потопе, что уничтожило все человечество, кроме Ноя, со всей его семьей, и некоторые животные. Что произошло после Ноя? Произошло строительство в Вавилонской башне. И снова распространение зла. И после потопа Бог обещает, что больше не уничтожит человечество потопом. Поэтому что же Он сделает? Из-за того, что человек все больше разращался. Он призывает Авраама для того, чтобы создать народ Божий, который будет послушен Богу и будет отображать небесное. И будет отображать небесного человека, Иешуа. Вы знаете историю, когда они были в Египте, и как Моисей восстал забавителем их. И когда Моисей был на горе, то ему были данные все подробности о жертве. Много жертв. И даже трудно понять нам, когда Соломон подсвящал храм, там было примерно 30 тысяч животных принесено в жертву. Практически как-то можно сделать. Это много крови, много плоти, много животных. И ради какой цели он пожертвовал? Или жертвовал? цель жертвоприношения в том, чтобы жертвоприношения охраняли человечество до прихода Иешуа, сохранность, сохраняли. для того, чтобы Бог не уничтожил человечество, как в потопе. Это было покров. так же, как и на праздник Песах, когда мазали кровью двери. Это снова кровь, через которую нужно было проходить по вере, оставаться в доме, и когда дверь на косяках была кровь. Так что ангел смерти проходил мимо, и они были в безопасности. И видите ли вы силу этого послушания? И в жертвоприношении животных вся пролитая кровь она становилась покровом. Не только еврейского народа, но всего мира. Мир был сохранен благодаря верности и послушанию еврейского народа на протяжении двух тысяч лет системы житвоприношений. И в отношении этого существует очень много деталей. Вы знаете, был ковчег завета, который находился во Святом Святом. Также различные ритюлы в Скинии, в храме, правила в отношении священников. Такое ощущение, слишком много всего такого. Но Бог учил святости, что ни один человек не может прийти в присутствие Божье без крови, без жертвы. Поэтому все это очень сильно, было, с силой. И вы видите истории, что происходило, когда человек не следовал этим правилам. Кора, Дейтан и Абайрун были жалованы о Мозе и Аэроне. Корей, кто там еще повстал? Дейтан, Абайрун, второй человек. И Бог сказал, вы слишком далеко зашли. Все общество свято. Каждый из них. И Господь вместе с ними. Почему вы превозноситесь над собранием Господня? И что произошло с этими мужчинами и их семьями? Бог умертвил их. И что произошло, когда Давид перевозил ковчег в Иерусалим? И Он не делал это правильным образом. Когда человек прикоснулся ковчегу, то он умер. Поэтому Бог очень серьезен в отношении этого небесного порядка, небесного образца. И мы видим, что это продолжается во времена Иешуа среди учеников. Книги Деяния. В принципе, даже после Воскресения Иешуа. Когда муж и жена солгали Духу Святому. И они были поражены, были умерщвлены. А? Многие сын? Сын. Они говорили, «Многие поют песню о том, чтобы Бог послал огонь. Но что произойдет, когда огонь сойдет? Без святости будут все мертвы. Поэтому я понимаю в отношении огня. Огонь пожирает. Уничтожает. Поэтому, когда вы вызываете об огне Божьем, лучше пойдите на землю, склонитесь лицом к земле. Поэтому на самом деле мы хотим иметь силу Духа Святого, как в дни учеников, когда сама тень исцеляла людей, и что словом они поднимали извертых и исцеляли больных. И очищали прокаженных. И изгоняли демонов. Это требует отделенности и общины для святости, святости для Бога. Не только обрезание по плоти, но в нашем сердце. Я хочу больше объяснить, что значит это вера, послушание. Как вы помните, Моисей был сказан взять свой посох, поднять над морем, и море разделилось. И существует множество примеров, которые я могу привести. Когда сила... Была ли сила в посохе? Так как многие люди пытались бы, допустим, протянуть свой посох к воде. Поэтому после класса мы возьмем свои палки, свои посохи, пойдем к морю, протянем к морю. Может, тоже растопится перед нами. Ну, нет, не пойдем, потому что Бог нам этого не сказал. Это пугает людей, поскольку оккультисты используют физические какие-то моменты. И вы это понимаете. Различные колдуны, ведьмы используют физические моменты, физические манипуляции для того, чтобы использовать духовную силу. В чем же разница вообще? Это происхождение. Происходит ли это из их души? От сатаны? В случае с нами, как отличающиеся от них, это приходит от Бога. Когда Бог говорит нам что-то сделать, когда Бог сказал Самсуну, не стричь волосы, то тогда будет сила в этой вере, послушание. И сила не заключена в волосах. Также сила не была в бронзовом змее, который поднял Моисей. И мы попадаем в проблем, поскольку хотим поклоняться предметам. И думаем, что в этом есть какая-то сила. Очень легко, если Бог использует что-то такое, то каждый захочет делать, каждый... поскольку Бог же появился, когда я так сделал. Поэтому давайте сманипулируем Богом и мы пытаемся сделать так, чтобы Он повторил это. И когда у вас такая близость с Богом, то вы будете очень рады, так как Он будет нам говорить, делать что-то. И мне нравятся какие-то пророческие действия. Даже как когда я подозвала этих двух мужчин, чтобы показать пример. Когда я учу детей о послушании, о силе послушания, то я беру лампочку, заворачиваю в бумажный кулечек и прошу самого маленького ребенка подойти и раздавить эту лампочку в кульке. И я спрашиваю, много сил на это надо было? Даже маленький самый может раздавить. Да, сильного мальчика, самого большого мальчика, прошу подойти. И говорю ему, а теперь сложи лампочку снова. Очень важно, чтобы мы учили своих детей как заповеди во второзаконии о силе послушания. И что сильнее, сила послушания либо сила непослушания? И увидите, что мы можем разочароваться, когда мы думаем обо всем зле. Но по вере, когда мы входим, мы можем сказать, горе, отойди. И верой, я поверю, сила восстановить эту разрушенную лампочку или воскресить мертвых. И один может тысячи прогнать, двое могут десять тысяч прогнать. Поэтому учить своих детей послушанию, послушание этой силы, она дает жизнь. И, в конце концов, жизнь победит. Не смерть, но жизнь. Также в непослушании тоже есть сила. Если только мы научим своих детей, что их поступки важны, это такое ощущение, что вы бросаете камешек в воду. Спокойную воду, как футболок прут, и затем происходят волны до конца, до берегов доходят. И наши действия влияют на духовный мир. Создаем ли мы царство Божие и укрепляем его? Либо царство сатаны и тьмы. И если только дети наши поймут это, то в следующий раз, когда будет у них исключение, так как враг ему лжет, что никому это не причинит вреда. И особенно это связано с сексуальными грехами. Люди думают, ну это физическое просто. Это спорт, это продолжение рода, размножение. И что Бог говорит? Когда вы соединяетесь вместе с человеком, вы становитесь одним целым. Что-то происходит невидимое. И вы думаете, ну это прикольно, это интересно, это не повредит мне. Но что происходит вообще? Из-за того, что мы не предназначены для того, чтобы иметь множество партнеров, это уничтожает нашу душу. Допустим, что происходит? Это те первые отношения. Ваша душа начинает соединяться. Затем вы разрываетесь. Следующее взаимоотношение. Вы немножко напуганы из-за каких-то болей, потому что разрывы болят. И вы говорите, ну просто это будет на физическом уровне, душу я не буду отдаваться. Поэтому у вас нет близости, интимности. поскольку интимность приносит боль, когда вы разрываете. Это похоже на скотч. Первый раз, когда вы соединяете что-то скотчем, то происходит сильная связь. Затем вы отрываете скотч. Снова попытаетесь приклеить. Снова отрываете. Снова приклеиваете. Вскоре не будет никакого клея уже. И потом вскоре вы захотите близости, интимности. поэтому общество сошло с ума из-за секса больше, больше, больше. поскольку они хотят интимности, они хотят близости, они хотят общения, но не могут получить этого, так как души изранены. Не могут соединиться, не могут связи создать. И эта лента утеряла свою липкость. И теперь это влияет не только взаимоотношения на отношения мужчины и женщины, но также это оказывает влияние на вся возможность взаимоотношения с детьми, с родителями, с друзьями. Вот я о чем говорю. Я говорю, что значит смерть? Смерть — это разделение. Мы были созданы для жизни, не для смерти. И подумайте, что смерть — это разделение. И Бог хочет одним быть целым. Он хочет восстановить наши души. Поэтому, когда вы даже консультируете людей, советуете людям, которые были в таких ситуациях, то знайте, что вы имеете отношение с раненной душой, которая нуждается в восстановлении, для того, чтобы испытать настоящую любовь, настоящую дружбу, настоящее единство и интимность. И благая вещь — вот в чем. Что независимо от количества непослушания, от количества раз непослушания, есть сила в крови Агнца исцелять разрушенные души для того, чтобы снова можно было войти в взаимоотношения с Богом и с человеком. Аминь? Аминь. Аминь. Ну, я хочу еще иллюстрацию дать этой жизни послушания. И затем я завершу Господнюю вечерю и как это применимо в отношении физического и духовного мира. Однажды я учила урок по ходатайству и Духу Святому. И я хотела научить их, насколько реален этот невидимый мир. Что Бог всегда говорит. И что присутствие Божия всегда вокруг нас. Просто наши уши должны всегда слышать. Чистые руки и чистое сердце. Потому что чистое сердце мы увидим Бога. Поэтому чистота очень важна. Чистое сердце для того, чтобы видеть невидимое. Как Моисей. Лицом к лицу. И я молилась и спрашивала, Господь, как я могу передать это? Как я могу научить этому? И поскольку мне нравятся пророческие действия, как мне показать это? И я знаю. Я принесу щетку банную и шапочку для бани. Покажу им, насколько это легко входить в присутствие Божьей. Знаком ли кто-то здесь Духом Святым, с Его присутствием? Я не хочу вас напугать. Поскольку это реально. И теперь я покажу вам, насколько легко входить в присутствие Божьей. Я говорю, вот здесь душ. Я говорю, что происходит, когда вы запачкались? Пойдете в душ. В мире, допустим, я что-то увидел, чего не следовало бы видеть. Мне надо идти и помыться. И я приготавливаюсь к душу самому, потому что я знаю, это будет мокро. Я верю. Поэтому я надеваю настоящую шапочку для бани и настоящую щетку для душа, для ванной. Используйте свое изображение. Я, в принципе, могла еще мыло взять с собой, захватить. И я говорю, ладно, смотрите. Открываю эту дверь. Зашла. Закрыла дверь. Теперь говорю, ну смотрите. Если я просто буду стоять здесь, ничего не произойдет. Но когда я включу воду, так, включила воду, пару секунд жду, потом приходит присутствие Господня на меня. Я падаю на землю, и начинаю смеяться, пытаюсь встать. И я спрашиваю, кто хотел бы прийти и принять душ? Выходите. Тот, кто верит, выходит. Они подходят близко к душу, тоже падают. И вскоре каждый хочет принять душ. И как только выходят из своих мест, уже на полу. И смеются, и смеются, и смеются. Было ли это просто воображение? Нет, поскольку изменились сердца людей. На благо люди освободились. Вот в чем испытание. Каков плод? И это то, насколько все это реально. Вы входите в этот мир верой. Ну, я не смогла использовать свою шапочку и щетку. Ну, сила не в этом была вообще. Но это было в вере и в послушание. Вы понимаете все это. Теперь мы возвращаемся к стилю жизни мессианского еврея. Что говорит Новый Завет о рвении еврейского народа, о том, чтобы практиковать все это, использовать все это. Они ревностны по закону, но не входят они верой. И что сказано, что Евангелие проповедуемо было нашему народу, но они не соединили это с верой. И многие вереи, которые не верят в Ишуа, практикуют все эти ритуалы. Я не говорю, что все, но большинство из них не комбинируют это вместе с верой. Поэтому они на каждую неделю читают Паршу, празднуют Шаббаты, различные праздники. И не очень так много они понимают. И они утеряли смысл своей цели веры в послушание. Так, чтобы все это физически применять и применять это для того, чтобы высвободить духовную реальность. Так же, как и Шаббат. Когда вы начинаете праздновать Шаббат, то снова подумайте с такой точки зрения, так как это послушание, это вера. Когда вы зажигаете свечи, и хотя Бог это не заповедовал в Писании, то когда вы приходите к этому с верой и в послушании, так как вы хотите отделить Шаббат от всей остальной недели и войти во время покоя. И так как Дэн говорил, что Шаббат — это воспоминание о том, что произошло в прошлом, и что теперь это отображается в настоящем, и также это освобождает пророческое значение будущих событий. И поэтому, что значит вообще Шаббат для нас? И я думаю, это особенно трудно для духовных лидеров на самом деле отдыхать в Шаббат, поскольку многие люди наполнены стрессом, беспокойством. И когда читаете о различных проклятиях в Писании, это в Законе, о том, что говорится там, что они будут постоянно переживать, беспокойство в уме, и когда они захотят, чтобы настала ночь, днем, и когда эта ночь, чтобы настал день, смятение, путаница, и просто страх. И поэтому очень печально, что мы, как мессианские евреи, особенно это в Израиле, как физически вошли в обетованную землю, но не вошли в покой. И Бог хочет, чтобы всякая наша работа была совершаема из этого места состояния покоя. Так же, как и я не могу эти физические предметы не использовать так, как я хочу, на самом деле это должно иметь начало в сердце Божьем. Так и наша работа. Как наша работа — это прикосновение с физическим. Творение чего-то нового. Бухгалтерское дело. Уборка. И как Библия говорит, чтобы остановить наши труды и исполнять дело Отца, которое приходит от Отца свыше. И что мы вере и послушание мы исполняем свою работу. И Шаббат высвобождает эту силу большую силу для того, чтобы исполнить дело на протяжении остальной части недели. И также покоится в силе Духа Святого. И Бог очень серьезен по этому вопросу. И затем Он израильтян вообще послал в Вавилон на 70 лет. Потому что они не практиковали. Они сказали, что сейчас Израиль будет уничтожить свой Саббат. И в земле Израиля. После 70 лет они не уничтожили. Я имею в виду. Для 70 лет, чтобы уничтожить Израилу уничтожить на земле Израиля. Потому что израильтянам не практиковали Шаббат, и поэтому Бог дал Шаббат Израильской земле на 70 лет, пока они были в Вавилоне. Как бы не только Шаббат, но и юбилейные годы. И Бог серьезен в том, чтобы мы вошли в покой. И поэтому многие наших физических проблем происходят из-за того, что мы не научились находиться в покое. И Шаббат очень важен для каждого из нас, для нашего народа, чтобы мы это практиковали. Поскольку это как физическое, так и духовное действие. И вот если перейти к Песоху. И это вот так красиво, поскольку это вы делаете дома. И это физическое. Допустим, возвратиться к Шаббату, нам нравится Шаббат. Самые красивые блюда используйте. Делайте халу, печете халу, приглашаете друзей. И все это передает некоторое послание вашим детям. И везде говорится, учи этому детей своих. вы делаете это, потому что, когда дети вас спросят, почему мы это делаем, вы сможете их научить. И как мой муж уже учил о Песохе. И то, что вы исполняете на Песохе. И в этом вы можете быть очень творческими. Однажды я учила подростков на Песохе. И я почувствовала, что надо взять вина. И я сказала, я хочу, я сказала, я верю, что Бог хочет, чтобы я это сделала. Это исходит из его сердца. И есть как место в Седуре, чтобы капельки вина ставить. И вы говорите, жабы, грац, мушки, различные виды казни. И я сказала, что я верю, что Бог хочет, чтобы вы вышли. И когда вы будете свой палец омакивать в вино, провозглашайте какие победы вы испытываете, что Бог хочет вам дать. И докладываете вашу победу. Какие победы Бог хочет вам дать? Над какими страхами? Допустим, страх человека. Страх отвержения. Страх пауков. Любой вид страха. Страх смерти. И когда они так делали, один за другим, подросток, я этого не ожидала. Но снова это вера, это послушание. То начало происходить освобождение. Я не учила по освобождению. Просто это был мой поступок веры и послушания. Люди начали плакать. И было освобождение. Я даже исцелилась от проблемы сердца. Я даже этого не ожидала. Аллилуйя. Аллилуйя. И это просто чудеса, это вера и послушание, и нам, как мессианским евреем, Бог дает. И мы можем взять все слова, которые говорят в синагоге, все евреи по всему миру. И если мы будем читать слова из Парши, эти слова, которые говорят по всему миру, и мы скажем эти слова, вот на что это похоже, на славное измерение. насколько вы соединяете веру со словом. Это вера и послушание со всем вместе. И это можно применить каждому из праздников. И Бог может давать вам творческие идеи, как праздновать вообще. И как Дан уже говорил вам детали об этих праздниках вчера. И вот что еще хочу добавить, две вещи. Первое, это вечеря Господня. Вот теперь у нас другое вообще понимание. Когда мы приходим к вечери Господней с верой, просто физическое это действие, вино и хлеб. Когда я росла, это был просто символ. Физическое что-то просто. Знак, символ. Просто знак. Знак не передает реальности, а символ передает. И когда мы начинаем понимать с нашим еврейским умом, что Бог говорит о чем-то большем, как вы помните систему жертвоприношений, так что люди приносили жертвоприношения, они должны были вкусить от этого жертвы. И помните, когда я говорила вам о своей внучке, и я сказала, я так тебя сильно люблю, что я хочу тебя съесть. И подумайте об Иоанна 15 о близости, об интимности, и когда Иоанна 6, и я прибуду вас, то вы принесете много плода. Иоанна 6, 53, я говорю вам the truth. 6? John 6, verse 53. So I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. I now will raise him up at the last day. Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоди Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плодь и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день. So if you enter into this Lord's Supper, и когда вы подходите к вечере Господней с верой, так же, как я использовала шапочку для бани, для ванной, и щетку, или же, когда Моисея окропил двери, окропил краски, все это поступки послушания. И так же это поступок послушания Ишуа тому, что Он нам говорил о грядущем веке, что это жизнь, и это дает силу, и дает силу к послушанию, дает нам силу, особенно во времена трудностей и гонений. И я надеюсь, что вы возьмете эти пару вещей, которым я учила вас сегодня, и когда вы начнете действовать в физической реальности на земле, в искусстве, в образовании, дома, понимайте, что все мы делаем в вере и послушании, и сводим небеса на землю. Поэтому вопль сердца становится таким, что Господь пусть придет в Твое царство и будет Твоя воля на земле так же, как на небесах. Я хочу добавить пару мыслей. Я хотела бы дать небольшое исправление. Когда Патти говорила, чтобы не пополняться физическим предметам, это не предмет, что это не в предмете жизни, но в нашем послушании. Но существуют вообще исключения. Например, помните кости пророка? В самих костях была сила, и люди исцелились. Либо носовой платочек или платок Павла. Есть сила в этом платке, в самом платке. Поэтому существуют некоторые исключения. И есть очень интересная история у нас. Однажды в нашей общине была женщина, они были оба евреи, и муж ее неверующий и против этого настроен. Поэтому Патти с женой молились над своим платочком и поставили полточек под его подушку. И в тот ночь ему приснился сон об Иешуа. Но его жена не была слишком умной. И когда муж рассказывает ей, у меня был сон об Иешуа, она закричала, «О, получилось, получилось!» Но мы помолились над этим носовым платочком и поставили под подушку. Он сказал, «Я запрещаю тебе снова идти в эту группу!» Не слишком она была сообразительна. Но позже он стал верующим. И что я второе хочу добавить? Что католики именно в таком плане на свою платочку и верят. Либо в плане какие-то кости. Допустим, когда молятся над хлебом и вином, то на самом деле это становится... И мы смотрим наш взгляд в том плане, что когда мы послушаемся, то Бог дает нам жизнь. Если мы послушны, и всевозможные можно встретить такие вещи в иудаизме. 70 лет назад архиепископ Кентерберийский, англиканской церкви. Написал такую книгу под названием «Природа Бога и Человека», которую я читал где-то 40 лет назад, когда еще в колледже учился. И в той книге он сказал, что жизнь, мы должны смотреть на жизнь как на сакраментальную вселенную. И все, что мы делаем и все наши обязанности либо мы принимаем, либо мы даем жизнь. Есть один ортодоксальный раввин, который за последние 30-40 лет посвятил раввины, рукоположил больше других раввинов, чем кто-либо еще. Соловейчик. Рэб Соловейчик. Слышали о нем? Рэб Соловейчик. Он написал книгу под названием «Халахический человек». «Человек Галахии». И что его взгляд раввина очень близок к взгляду этого архиепископа. Он сказал, что еврейская жизнь – та жизнь, которая освящает все, все делает святым. Когда вы благословляете что-то, то тогда ваше отношение к этому ваше отношение либо дает жизнь, либо принимает жизнь. Это очень удивительно. И мы говорили об одном из оснований в рейско-жизни – о благословении. И, как вы знаете, в идуизме постоянно благословляют все и везде. Просыпаетесь, благословляете Бога за день, за солнце, поэтому вы даете и принимаете жизнь. Вы видите красивую женщину, вы говорите благословение, что Бог создает все для своей славы. И это удерживает вас от похоти. И, как бы, наоборот, это дает жизнь, и вы принимаете жизнь. Мэри Даглас, антрополог такой, говорит об одном факте, что в древнем мире, примитивном мире, и в древней еврейской мысли тело женщины, как храм. И сексуальные взаимоотношения похожи на то, что первосвященник входит в святое святых. Поэтому взаимоотношения супружеские принимают жизнь, дают жизнь. И когда вы видите это, вы видите, что всякая жизнь возносится. И всевозможные вещи приводят к тому, что это благословляется. Всевозможные благословения в жизни. И если взять еще до тех пор, когда были совершены ошибки в романтическом идуизме, то вот какова истинная часть романтического идуизма. Также эта часть принадлежит историческому христианству. И современные харизматы, пятидесятники, баптисты, не понимают этого. И когда вы думаете о сексуальном вопросе, это не то, что все верующие против секса, но они хотят это возвести на уровень святого. И соедините это с жизнью Бога. И я хочу еще раз повторить, что это занимает очень большую часть в иудаизме. Перерыв.